здравствуйте друзья вы видите светлану которая находится в боевой позиции она собирается делать что шоколадные конфеты шоколадные конфеты и в качестве первого качестве первого шага она вот насыпала орешки шоколадные конфеты с орехами она насыпала орешки пекан и накрывает их пленочкой вы такое ощущение что сейчас бить будешь они разобьются на маленькие кусочки лучше чем например мясорубки поэтому этот вопрос вот вы видите друзья как светлана ничтоже сумнящийся выполняет вот такие движения размалыванию размалыванию орешка как в этой загадке туда-сюда обратно тебе мне приятно если что я вырежу давай я хотел добавить что мало это же не только просто картинка как света скалкой раскалывает орехи да скалка это как бы жест символ женский мол каждый муж знай уж что скалка ждет то есть кролик это не только ценный мир но еще и там 5 килограмм питательного я вообще не на виду скалка как агрессия против для теста написано это для советского теста 30 30 лет назад молоток вот так друзья советская страна жила один молоток 3-4 поколения передавался нет это мы купили передавался но он мог бы передаст это вложение мог бы мог бы передаться вроде дерево не металл инвестор инвестор на оборонных предприятиях какие делали давилка для чеснока вообще с ракетами давилка у нас с оборонного предприятия сейчас увидим а ты хочешь использовать просто вот друзья вы видите гаррика у него в руках советская бронетанковая штукенция для тут можно орехи колоть вот тут можно коренько даже если лучше а вообще она давилка для чеснока ключевое слово же цена цена вот 2 рубля 20 копеек друзья это большие деньги бутылка вина стоила бутылка отомянки 2.50 портвейны дешево и это что напоминает гарик этот вот в конструкция в комбюро у нас была загадка такая говорили что это такое жужжит летает гарик в жопу не попадает а я знаю но скажи это ребенок мать комарик нет это советский аппарат для попадания в жопу вот так вот вот ты держишь у себя в руках вот такой продукт я не знаю еще и можно бутылку открыть обратите внимание вот это для пива вот да ладно да конечно это я не проходил более как швейцарский нож для пива друзья если вы можете достать привозите привозить это правда можно же открыть бутылку можно расколоть грецкие продавить чеснок и даже орехи можно сюда так поэтому и 2 до 2 рубля это мультисистемный агрегат мультисистемный агрегат за 2 рубля 20 . это не просто какао нет это не просто понюхай зрителям не передам что же ты мне даешь что не ну ну так что это скажу знаешь что трудно сказать что это потому что это специально для кето диеты такая смесь вот написано видишь написано компликт кето масте oil powder м сити ойл друзья м сити ойл это какая-то замечательная вещь это то что в крови ходит из него делается энергия потом а я думаю ходят лейкоциты электроциты они все ходят но не смешиваются это отдельно в общем короче м сити масло друзья а почему пахнет его сделать для того чтобы как там вот такой пьет вместо молока я вспомнил где я это видел я в кофе все кого точно изумительно друзья как будете делать кофе ложечку этого дела это будет нечто это даже лучше чем коньяк а мы это делаем начинку для конфет я сюда положила целых два скупчика а сейчас еще конфеты друзья у нас китозные я открываю кокосовое молоко молоко или порошка м сити м сити это медленки это который нельзя нагревать ну вот это как правило есть наполнительно помимо молока есть еще что-то еще а это чистое молоко в порошке в нем нет наполнитель это единственная фирма который продает без наполнительного это вот я пошел наполнителю молоко без наполнительное понюхает сейчас я для вас друзья сейчас буду нюхать вы не можете есть но вы можете меня посмотреть хотя вы пахнет маслом жиром как вот и она поэтому здесь но как комочками там не то чтобы это именно вот нет что-то ароматное ну так запашок и сколько ты возьмешь раз ради этого ты целую банку открою так она не портится вот нет нет ну ну что света чувствуется жили на кухне хозяйка королева королевна не принцесса или как я боюсь наши зрители одного такого просмотра этого дела так это кипяточку добавили если она была такая помазка значит дальше что я сделаю эта штука вот которую мы добавляли вот который нужно в кофе дворе она довольно-таки сладкая она довольно сладкая поэтому для того чтобы начинка была вкусная мы добавим сюда лимонная кислота но не то чтобы вот там сахар друзья гарик гарик блога и волчки вот это друзья типа брусники дикая брусника дикая это брусника дикая и как она вообще дикая как она я тебе могу рассказать что бруснику на севере в якутии собирает не по ягодке а специальным комбайном а комбайн это такая металлическая чашка с торчащимися но с ручным управлением почти да и вот эти штуки они как были с ним а лист вы проходят а ягоды загребают загребая загребали загребают потом собирают собираются и в америку отправляет аппарат и галеку на стол но это не галика брусника это брусника михал петровича немецкая какая-то это импортно не будешь ему язык в языках не но там не там не написано ничего она себе процент ну хорошо так ты и звук это или как просто признаешь я у тебя сегодня в гостях прямо чувствую ностальгию у меня брал давай булку хлеба белого маслом маслом и сверху варенье вишневое которое мама поварила каждые 8 до значит давайте выясним значит есть города где называют булка хлебом быть не может это либо булка или хлеб еще в булку белого и батон черный буханку это тоже старом как видишь миш какой простой вопрос вызывает массу дискуссии они случайно город революции это там у них все и случилось так и за них вот уехали из-за них ведь уехали в америку что булка белая потому что из колыбели серый до вся россия была в сером хлебе вот куда ни приедешь белого нет черного нет один серый был просто не так не на виду вкусный нет просто серый вкус не мука была разного качества разного сорта и в муку добавляли то добавляют ну добавляют чем подешевле но в питере вообще не то что добавляют какого раза но подожди в москве очень много было и питере нормально когда едешь куда-нибудь там на волгу там казань там я ульяновск там там был серый хлеб потому что в муку добавляли например то что нельзя добавлять такую там ей было высшего качества но высшего качества но и ромка и был ароматным и вкусным и кирпичики пшеничные жены хорошие хлеба хороший вопрос были всевозможные батоны было бы до 22 он был такой узенький и немножко солоноватый у меня мама его очень любили знаешь есть такое не 25 большой белый как девушка приходит в магазин а у него колечко на руке и она у меня нет колечко надо так вот по 1 пальце колечко скажите девушка вот вот эта булочка свежая а вот и вот вот эта булочка тоже свежая это тоже скажите ведь а вот это подачица уже устала от нее и так она и всю пятерню девушку над все булочки свежие вопрос для зрителей до булку хлеба так можно сказать булку белого или потом черного в принципе нельзя но по сравнению с тем что они говорят там у себя как уже это ничего никто не говорит больница все говорят больничка когда был маленький и вот ты приходишь куда-то значит и и туда очередь это последний а его поправляли у нас в стране последних нету у нас есть крайне это политическая подосновка после жизни у нас не поправляли кто последний я я не 1 но это потом уже все привыкли что они не люди когда-то им еще казалось что вот они поправляли да вот друзья вот это вот будущая конфета начинка ах ты же как сложно то подавляю я хочу спросить как-то каркас каркас будет каркас будет каркас а вот каркас так каркас это тоже придет дать мне тут помочь потому что судя по лыбе давай ты уже выключи камеры и у нее там не стругается видите это какой-то жир до кокосовое масло ну подержи держи банку ты держишь банку а я тебе стругая друзья некоторые блогеры одной рукой так настругают другом снегуру в общем забирай но ты накачался очень достойно так вот эти друзья это значит вот так выглядел жир незначим был говяжий когда-то я приехал в магазин в город казань что в татарской автономной социалистической республики советской столицы на что-то время я там в аспирантуре учился в академии педагогических наук значит ну чё ну правда такой город был интересный по-своему и говорят извини что у меня подруга там было говорит потрясающей красоты это сейчас сделали в то время кремль был какой-то полузакопанный и страшно было смотреть вообще в ту сторону она была в таком восторге от казани такой красивый город стал в то время значит и там был институт который меня посылали напротив была фабрика свема и вот значит и там был магазин рядом и вот в этом магазине там где ну типа мясной отдел это друзья не то что вы подумали печеньки какие-то это на самом деле пахнет шоколадное масло но вообще шоколад чистый масло масло и вот значит все что там было в мясном отделе были такие железные большие поддоны эмалированные и за них лежали вот такие шматки вот этого белого жира это жира так и назывался жир 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 доноски вот этот жир больше ничего не было вот так что я вспомнил но это у нас тут лучше пахнет хорошо друзья что сохранились еще такие как я я конечно я не помню там допустим куликовскую битву но но ее последствия вот сказали виде вот этого поддона с жиром я помню отлично да казанский кремль брали татары у кого казань брал астрахань брал татария фактически была щитом для руси от монгола монгольского нашествия потому что они были они не были часть не не так называются вот это кокосовое масло жир там вот эта субстанция короче она погружена на водяной бане ну можно так назвать баня водяная и она там потихонечку подтаивает масло топится она на бане томится друзья у нас такое количество хозяек нас с вами смотрят что они знают правильное слово они знают правильное слово знаете что тут меня пытались поправить значит мы со светлой шли разговаривали о том что мы делаем перри финансирование нашего моргиджа и я использовал слово перри финансировать но я бы мы перри финансируем и видео назвал перри финансировать потому что я имел ввиду сказать по-русски так вот я как человек который в страховом бизнесе был да я знаю что вот есть страхование а есть перри страхование по-русски границерами перри страховщик там поэтому ри-ри иншуранс это перри страхование соответственно я логически сказать что ри финанс это перри страхование перри финансирует и меня этот поправляет кто-то знаешь русский язык не родной говорит что надо говорить что мы дом рефинансируем да неужели вот вот потому что все кто по-русски хорошо говорим уже вот понимаешь а те кто остался уже не могут по-русски потому что когда ты все время с телефоном понимаешь там сокращение пишешь там знаешь как они они не говорят сейчас окей очень попал ок ок они не понимают что ведь как написано но но если то есть смысл особый тонкий если в английском языке никто не может объяснить откуда взялась это окей вот эти две буквы откуда они взялись то в русском языке я вот почему бы что тенденция тенденции к языку да и в языке там с мобилами со всеми делами окей это на современном русском языке происходит от очень хорошо это я моя личная таскать интерпретация ок 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 очень хорошо так друзья она продолжает плавиться несмотря потому что наш искрометный юмор что там какие-то шматки света ну видно что это она не сильно нагревается она как-то очень медленно и ты делаешь специально ну да чуть-чуть увеличить огонь тенка вылезла светлана друзья сначала формочку заливает немножко шоколада немножко шоколада почему потому что если сразу этого не сделать то когда она начинка туда впендюрит то получится что начинка как бы она сверху не будет закрыта шоколадом потом когда сверху будет заливать туда на дно не проходит поэтому надо сначала на дно потом начинку я правильно говорю технология я никогда этого не делал я просто просто по перечитаниям вот значит ориентируюсь вот налила немножечко вот эти от резиночки просто продаются да такие они мягкие это мягкая мягкая резинка такая да ее можно тыр-пыр и все все так в общем легко получаем вы видите друзья залитые формочки света не оставил никаких шансов этой кастрюльки и вот хотя я бы сказал что некоторым тут не додали малька эликсира так сказать шоколада может быть это как-то скинуть туда куда-то не просто можно теперь будем что морозить его будем холодильник или как когда чем мы сегодня не попробуем нет нет я думаю досидимся